Второй этап, когда человек развивается чуть сильнее, то умственная деятельность, ум как бы человека, или его способности, характер человека становится основой деятельности. То есть человек имеет какие-то способности, у него в характере заложены какие-то возможности внутренние, он может что-то делать хорошо. Но понимаете, счастье в деятельности находится в разуме. Разум — это психическая структура, которая может ставить цель в жизни, она может направить человека в какое-то русло, она понимает, что такое миссия жизни, что такое предназначение жизни, ну что-то более важное, чем просто работа. Но когда разум еще не развит, а это не сразу наступает, то человек, он не может руководствоваться именно разумом своей деятельности и поставить ее именно в русло своей цели, своей жизни, потому что, с одной стороны, он не такой развитый, чтобы именно эта деятельность приносила ему счастье, возможности жить. Ну, допустим, человек по природе преподаватель, и разум его должен учить людей. Но он еще не развился так, чтобы учить других. У него нет такой возможности внутренней. И поэтому он занимается чем-то другим в жизни. Но при этом его природа преподавателя... Ну, допустим, я когда учился в институте, я был медбратом, там, дворником, ну, кем угодно, но только не лектором, не преподавателем. Ну, хотя природа вот именно такая, давать людям знания. И даже лечение для меня не является моей природой в полной степени. То есть у меня это получается хорошо, я могу это делать. И я приходил, ну, мне нравится помогать людям просто, чтобы люди были счастливы. И я приходил в больницу, помогал людям, там, делал массаж, точками лечил. Вот то, что я вижу, чувствую, тем я и лечу. Тогда я видел точки и лечил точками. Нажимал на точки, человек выздоравливал. И один человек, а когда, в то время, когда я им делал, нажимал точки, им рассказывал, как правильно жить. В это время читал лекцию, слушала вся палата. Ну, я тогда еще не знал, что я должен этим заниматься. Просто это делал, потому что я видел в этом смысл. И один разумный человек, он слушал, слушал меня. И говорит, я старший научный сотрудник Института подшипников. Это было в Самаре, я там учился. Он говорит, я хотел бы, чтобы вы рассказали это всем моим сотрудникам, которые у меня есть, это коллектив, человек 40. Вот рассказали про то, как правильно жить. Вот я сказал, что я не смогу, потому что я не лектор. Я не видел, мне было всего 24 года, я не видел в себе сил читать лекцию научным сотрудникам, понимаете. То есть я сам еще только в институте учусь, на старших курсах я учился в мединституте. И он настаивал, несколько дней настаивал. Я говорю, давайте я попробую. И когда я выходил перед этими взрослыми людьми, они смотрели на меня, у меня подкашивались ноги. У меня правда ноги подкашивались. И я сначала смотрел на них, и он молчал. И он меня как бы говорит, ну давай это говори. Но я когда начал говорить, через час уже невозможно было остановить. Я забыл, потому что я молодой парень. Просто чесал и чесал языком. Потому что природа начала работать. Я просто вам примерно рассказываю, что не просто природу свою запустить в жизни, она как-то по милости Бога запускается. Итак, способности — это является вторым этапом жизни любого человека. Человек не может сразу дойти до деятельности на платформе разума и посвятить ей, ставить целью своей жизни эту деятельность. Это непросто, потому что Личность должна быть развита достаточно. То есть она должна иметь мудрости достаточно, чтобы заниматься деятельностью на платформе разума по своей природе. И как определить, что я на умственной платформе нахожусь, что я занимаюсь не своим делом, а делаю то, что связано с моими способностями? Определить очень просто. Если мотивацией вашей деятельности являются деньги, то есть вы это делаете, потому что там хорошо платят. И при этом вам трудно работать, вы чувствуете, что вам не нравится ваша работа, то вы должны понять, что у вас нет выбора. Вы не имеете права бросать эту работу, с одной стороны, потому что это ваш этап жизни. То есть человек на этом этапе должен делать то, что ему он умеет, делать хорошо, что-то, что-то, что-то делает мастер. Ну то есть он должен делать то, что он умеет, он это делает, но делать то, что людям полезно и при этом ему очень нравится, он еще не достиг до этого уровня, не дошел. Что это значит? Это значит, что мотивация, когда человек занимается своим делом, поднимается вверх. Первое, что надо знать, что когда человек занимается своим делом, то сразу он не будет иметь больших денег, потому что не способности человека встают на первое место в этом случае, а его цели. Допустим, у меня цели читать лекции, но я еще не развился как лектор, у меня не так много жизненного опыта. Мне нравится, я, в общем-то, готов людям помогать в этом плане, но нет жизненного опыта, то есть у меня нет, допустим, возможности еще пока. И это значит, что я должен делать то, что у меня получается, что дает людям благо, но при этом я не считаю, что это вот дело всей моей жизни. Понимаете, да? Это очень важно понимать. И если человек раньше времени отказывается от деятельности по своим способностям, как мужчина вот здесь вот спрашивал меня, кто-то здесь, я уже не помню. Вы, наверное, да? А, вы, да, вот. Да. И как бы нельзя раньше времени отказываться. То есть, допустим, вы должны управлять людьми, но вы сейчас не созрели для этого, вы не сможете терпеть их недостатки достаточно сильно, будете категорично себя вести и так далее. Это поэтому вам надо заниматься той деятельностью, где у вас есть способности. А именно то, что вы делаете сейчас, это и есть ваша способность. И она никогда, эта деятельность, не будет приносить вам удовлетворения. Вы там будете уставать, но зато это будет давать вам возможность иметь деньги. И главной целью жизни вам надо поставить развитие себя как личности. Вам надо раскрыться как цветочек. Вам сейчас деньги дают листочки ваши, то есть ваши вот, ну как бы вы кладете свою судьбу на листочки, на веточки. А судьба должна через цветочек действовать. Цветочек должен пахнуть, красоту излучать. И вам нравится, и всем нравится. Но он у вас еще не раскрылся. Он еще полураскрытым, только начал раскрываться. Поэтому не нужно торопиться с тем, чтобы переходить на деятельность согласно своей природе. Тем более, что многие люди даже и не понимают свою природу. Об этом мы тоже чуть-чуть с вами поговорим. Чуть попозже. Вот. Еще раз повторяю, что главным критерием деятельности, которая имеет именно природу способности человека, или опирается на умственную часть жизни, не на разумную часть жизни, а на наш просто характер, на наш характер деятельности, опирается не на разум. Главным таким признаком этой деятельности является мотив. Ну то есть, мотив, идущий от ума, это мотив самосохранения. То есть, человеку нужны деньги, человеку нужна власть, человеку нужна стабильность жизни. Он считает это самым главным в своей жизни. Это значит, что разум его еще не такой сильный, чтобы ему на платформе разума действовать. Или у него нет силы судьбы для этого. Вот, например, приведу пример. У меня есть один знакомый, он слушает тоже мои лекции, этот человек, и он по природе преподаватель, он любит учить детей. Преподаватель. И в то время, когда в России был кризис, в 90-е годы, он преподавал, тоже детям давал образование, был счастлив, но в какой-то момент учителям стали очень мало платить денег, и он оказался на самом дне жизни, то есть у него не было возможности даже содержать себя, свою семью. И в результате ему пришлось отказаться от этой деятельности, начать шить шубы и продавать их. И на этом он жил, зарабатывал. И когда мы встретились с ним, он мне сказал, моя цель заключается в том, чтобы найти себе помощника, человека, который бы эти шубы делал, продавал, я бы ему платил, может, зарплату даже больше, чем себе оставлял денег, вот, а сам бы пошел учить детей в школу. И мне уже не важно было, сколько мне платят, потому что я хочу заниматься этим. Видите, мотив поменялся. То есть, несмотря на то, что все равно у человека недостаточно благочестия, внутренней силы, чтобы преподавать, потому что там не так много платят, получается. Но, тем не менее, он это другими способами решил. То есть, он нашел способ финансировать себя через другую деятельность, но сам при этом пошел туда, где находится его счастье в деятельности, его, как бы, предназначение. Видите, мотив поменялся. До этого он просто хотел заработать денег. Но теперь этого ему в жизни уже недостаточно. Ему нужно уже действовать так, как Бог из сердца его вдохновляет. Он вдохновляет.